В эфире канала Тюменское время новости спорта. В студии Максим Яковлев. Здравствуйте. Футбольный клуб Тюмень с победы начал новый сезон. Сибиряки на стадии 1-256 финала Кубка России гостили у команды Амкар Пермь. Некогда известный клуб, потерявший профессиональный статус, переживает возрождение. В новом сезоне он будет бороться с тюменцами за право выйти в футбольную национальную лигу. А пока сошелся с ними в турнире на выбывание. Счет был открыт уже на четвертой минуте. Атака хозяев правым флангом и Александр Голубцов пробил под перекладину. Голкипер Станислав Антипин ничего поделать не смог. Помимо него еще для двоих игроков Тюмени матч стал дебютным за команду. Это хавбеки Владислав Тюрин и Павел Шадрин. Последний и сравнял после розыгрыша углового. И все же на перерыв пермяки ушли, видя в счете. Евгений Тюкалов, 10 лет назад забивавший за Амкар, еще в премьер-лиге нарисовал двойку на табло. На 63-й минуте Тюмень оказалась в большинстве. Получив вторую желтую карточку, поле покинул Константин Морозов. На 87-й этим воспользовался Данил Карпов 2-2. Дополнительного времени на этой стадии турнира не предусмотрено. Потому победителя матча определила серия пенальти. На память сразу пришел финал Евро. Тогда первыми были итальянцы, которые сумели победить англичан. В Перми же серию начали хозяева и тоже забили. Но у Тюмени издевательской панинкой ответил Шадрин. Все решила пятая попытка. Антипин сделал второй сейф в серии. А Антон Бочаров точным ударом закрыл ее. В одной 128-й финала Кубка России соперником Тюмени станет еще один пермский клуб «Звезда». Футбольный клуб Тюмень в финале Кубка России. Правда, не основной, а дублирующий состав. Да и турнир носит межрегиональный статус. И тем не менее, финал есть финал. На пути к трофею встала команда «Жасмин» из города Михайловск под Екатеринбургом. Все его население может поместиться на 13-тысячном геологе. Для попадания в финал команды преодолели три двухматчевых раунда. На предыдущей стадии «Жасмин» сломил сопротивление Ильинского «Ильпара», который, между прочим, в сетке Кубка России посеян выше основного состава Тюмени. В отличие от предыдущих матчей, «Тюмень-2» осталась без усиления из команды мастеров. Зато это позволило громко заявить о себе 19-летнему нападающему Максиму Тихонову. Он открыл счет уже на 10-й минуте. Это была тренерская установка. Он сказал, что надо начать агрессивно, начать с ударов. И проверить, есть там вообще вратарь или нет. А вообще, ты часто забивал так? Или это первый раз, возможно? Ну, когда я посмотрел до рождения, до такого участка залетала. После отличного начала тюменцы не стали сжаться к своей штрафной. Но реализация подводила их раз за разом. На 25-й минуте цветок Жасмина раскрылся результативной вылазкой на ворота Камиля Юпова. Но она была отменена из-за офсайда. Во втором тайме тренеры Свердловчан сделали ряд замен. И это сработало. Да, подсели у нас. Мало было сегодня, скажем так, количественного состава. И по большому счету освежить игру и усилить было просто неким. На 91-й минуте команда Жасмин спела атакующую песню. После четко разыгранного углового отличился Кирилл Кочнев. 1-1. Из-за непросительной расточительности сибиряки упустили победный матч. Обладатель кубка определится в ответной встрече. Она состоится 11 августа в Михайловске. Победа мужской волейбольной сборной России на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году одна из наиболее значимых в истории отечественного спорта. Хотя на следующих играх в Рио наша команда осталась вообще без медалей. Удастся ли вернуться на пьедестал в Токио, узнаем довольно скоро. Пока точно говорить можно лишь о том, что одним из 12 гвардейцев, кого выбрал в окончательный состав наставник россиян Тумо Самилво, стал нижневартовец Артем Вольвич. На заре своей карьеры Вольвич играл вместе с нынешним наставником команды Тюмель Сергеем Шульгой. Потенциал нижневартовского гиганта, а рост Артема составляет 213 сантиметров, был виден уже тогда. С годами возложенные на него ожидания игрок оправдал. В его активе уже более 100 матчей за сборную России. По его физическим данным и по его таланту, наверное, можно было, скорее да, чем нет, потому что уже тогда было видно, что человек, во-первых, обладает и ростом, и координацией для своего роста, и определенной техникой, ну и с характером все в порядке. Поэтому для меня ничего удивительного нет, потому что человек добился попадания в сборную, и сейчас поедет на Олимпиаду. Мужской волейбольный турнир в Токио стартует 24 июля. На сегодня у меня все. Оставайтесь на Тюменском времени. До встречи в эфире.